В Гродне прошел 15-й республиканский конкурс профессийного мастерства бригад по техническому обслугованию газорегуляторных пунктов. На учебном полигоне Гродненских газовых сеток на высветлении звания «Лепшая бригада-2019» собрались представники служб из всех регионов Беларуси. Отметностью с поборництва стала презентация спецавтомобилей удоскональными профессийными выноходниками. Ирина Юшкевич расскажет. У дельники конкурсу – бригады по техническому обслугованию газорегуляторных пунктов из всех областей республики. Зона отказности этих профессионалов – больше за 50 тысяч километров беларусского газопровода, их якосное обслуговывание и, что главное, безпека грамадян. В серьезности задач у реальным житті отповедают и этапы профессийного конкурсу. У их лику презентация укомплектованности спецавтомобилей. Больше за все комиссию цикавять самостойные распроцовки. Весь прошлый год мы разрабатывали приспособление, которое нам поможет отслеживать давление газа в сетях, когда давление уменьшается, когда выполняются какие-то ремонтные работы на газопроводах. Прибор показывает 0,2 мегапаскаля давление. В случае снижения этого давления стрелка зайдет за двухконтактный манометр и сработает сигнализация. Зараз это не просто рабочая машина Гродно-Газа, а автомобиль с обсталеванием аналогов, якому нема. В рамках конкурса гродзенские кулибины продемонстровали амаль четыридесятки вынаходництва, взробленные своими руками специально для конкурса. А прочтого усе удельники повинны пройти серьезное теоретичное выпробование. Второй этап конкурса – это будет проверка теоретических знаний. Здесь уровень совершенства. У нас есть целый отдел, который разрабатывает билеты, где до миллиметра, до шага на резьбе рассматриваются казусные вопросы с учетом аналитики тех внештатных ситуаций, которые могли бы произойти или у нас, или у наших соседей из постсоветского пространства. Настоит час практики. Место сбора – в учебный полигон газовых сеток. Один и у Гродзенской области с умовами, наближенными до реальной обстановки. Тут споборничая газовый спецназ. Учет номер 53. Устанавливаем заглушки до и после регулятора. Закрываем, связываем с аварийкой и говорим, что будем выводить ГРП из работы. Конкурсная задача – ликвидовать утешку газа и настроить регулятор тиску. Бригады показывают сопраудный майстер-класс по технице, худкости и майстерстве. До слова, все работы ведутся с тиском газовой трубы 1,2 мегапаскалей. Это, как при запуске реактивного руховика. Тут нет права на помылку. Это опасная работа. Надо было все контролировать, все задвижки, которые на входе и на выходе должны быть в закрытом и заглушенном состоянии, потому что мы разбирали оборудование, при котором непосредственно может быть выход газа и большая загазованность. Никаких лишних движений не должно быть в нашей работе, только согласно инструкции. Селетний конкурс профессийного майстерства газоразмерковальных бригад 15-й полику. По умовах, что год он проводится у новой крупцы краины на подобных, але незнаемых для бригад из инших регионов объектов. У Гродинской области, яка селета, мила гонор примать у дельников профессийного споборництва поле для деятельности омаль 9 тысяч километров газовых сеток. Больше за 380 газорегуляторных пунктов и 600 шкафных регуляторных пунктов. Это один из этапов подготовки наших работников, повышение квалификации для того, чтобы мы могли обеспечить все необходимые параметры работы, обеспечить выполнение всех мероприятий по обеспечению безопасности всех объектов, которые находятся у нас на обслуживании, на балансе предприятий. У праоритете газовых служб Гродиншины, яка республики у целым, безперабойная, безаварийная и целком беспечная обслуговывание жигару. Для выконания задач потребуются профессийные кадры. Тому подобный конкурс – это не просто споборництвы. Это обмен опытом, в учеба и демонстрация лепших практик энергетичной галины. И селетняя команда гродинских газовиков показала свой профессионализм у дейни и взяла серебряную узнагороду, заступивши только ведь обчанам.